Привет, дорогие друзья! С вами Ульяна. И сегодня я расскажу о том, как прошла моя первая неделя полусухого голодания по суворину. Я очень счастлива, что мне попалась эта методика, а также люди, которые уже через нее прошли. Я действительно считаю этот способ наиболее эффективным и адекватным из всех мне известных. В чем он заключается? Ты вообще не пьешь, только утром и вечером выпиваешь 1 литр воды и надавливаешь двумя пальцами на корень языка, промывая при этом желудок. А кишечник попитываешь через кружку эсмарха. Ставя первую клизму очистительную, вторую водоснабдительную. Это делается так часто, как требует организм. Освобождаемся от продуктов обмена двумя путями, через желудок и через толстый кишечник. Итак, первым делом в нулевой день выпиваете слабительное. Для этих целей я выбрала сену рассыпную в количестве 15 грамм. Заваривала холодной водой раз 6, выпила литр 2 на ночь. Очень сильно обводнилась, но эффект просто лучший. Наверное, благодаря этому прекрасному чаю, моим регулярным голоданием и годичному сыроедению, на протяжении всего цикла голодания я наблюдала только лишь воду, либо воду, подкрашенную желчью, а не какие-то там камни, черви и прочие включения. Горжусь своим чистым кишечником. Условно, конечно. В этот же день, уже обладая насморком и отходом зелени от свеклы, начала капать цикламен в пропорции 1 к 20. Видео об очищении головы смотрите на моем канале. Цикламена и меня хватило ровно на 5 дней. Я просто спала с полотенцем. Итого, отход слизи продолжался 3 недели, и я, наконец, начала дышать по-новому. Полностью. Чувствую, что воздух не заглатывается, а сначала вентилируется через гаймеровые пазухи, а лишь затем проходит на соглотку. Крис произошел на третий день. Меня бросало то в жар, то в холод, и я отключалась. На четвертый день стали появляться мелкие ворсинки на языке. Налет. Слюна была сладкая и жидкая, а не густая и горькая, как обещалось. Запахов не было совершенно, хотя должно нести за километр. И меня шатало от обезвоживания. Что является необходимым условием на голодании, так это прогулки. Естественно, нужно скачать шагомер, добавить туда побольше друзей, следить, мотивировать друг друга, проходить не менее 10 тысяч шагов в день. В моем случае это 7 километров. Гнать лимфу. Это очень сильно ускоряет процесс очищения. Ну и воздух, конечно же, питает. Во время голодания на улице хочется просто жить, но на седьмой день я просто не смогла встать с кровати. Голова не болела совсем, тахикардии не было, как в прошлые разы. Напротив, сердцебиение очень ровное, спокойное, а сон глубокий и приятный. Снаружи ты выглядишь довольно немощным, а внутри очень счастливый. Кто говорил, что на голодании хочется творить добро? Нет, 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 это время наивысочайшего эгоцентризма и ухода в себя. Мир просто параллелен. И мне это нравилось. Я стала очень справедливой, потому что у меня совершенно не было мотивов скрывать свои эмоции и уж тем более перед собой. Следовательно, голод хорош тем, что ты расставляешь приоритеты уже не имея никаких масок и видишь вещи в их истинном свете. Ты справедлив, честен, искренен и абсолютно не стесняешься высказывать то, что думаешь. Голод делает тебя тобой. А насчет массы это совершенно неинтересная информация. За неделю у меня ушло 9,64% веса, но это не имеет никакого значения. И, кстати, жирка у меня еще достаточно. А голодание продолжается, и в моей группе ВКонтакте «Голодаю в Великий пост» уже 450 человек, и ты еще можешь присоединиться. Люди объединены одной общей идеей, мотивируют и поддерживают друг друга. У нас есть мамочки на ГВ, сухие, каскадные, голодание раз в неделю. Я уже говорила, как это делается в одном из своих видео. Диеты погоняна, жидкостное питание и прочие люди, стремящиеся обрести себя и свое здоровье. Мои ежедневные видеоотчеты о каждом дне голодания в этой приватной группе тоже можно найти. А благодарность за мою деятельность присылайте на номер карты в описании.